В прошлом году Сарову вручили штандарт губернатора по оценке социально-экономического развития. Город занял первое место в группе «Муниципальное образование» с численностью населения свыше 70 тысяч человек за максимальные показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления. В дополнение городу дали грант, который пополнит копилку бюджета. По результатам 2023 года индекс качества городской среды поднялся на 9 баллов, за последнюю шестилетку на 30%. По этим показателям Саров занимает лидирующие позиции среди городов Росатома и региона. Об этом глава города Алексей Сафонов рассказал в своем отчете за 2023 год на совместном заседании комитетов Городской думы. Главный показатель города, ну как говорится, величина бюджета нашего города за 2023 год – это величина 5,2. По-прежнему сохраняю свое мнение, что нам не хватает порядка полутора-двух миллиардов рублей для нормального существования. То есть этот бюджет для нас недостаточно. Он достаточно ограничивать нас в вопросах содержания города, он ограничивает нас в вопросах развития города. И поэтому основное направление надо прикладывать сюда. В прошлом году ввели 15 тысяч квадратных метров жилья. Как отметила глава города, до нормы не хватает еще 10 тысяч. По поручению президента к 2030 году норма обеспеченности жилой площади на каждой территории должна составлять 33 квадратных метра. Сейчас в Сарове норма обеспеченности 28 квадратных метров. На текущий момент действуют стратегии до 1935 года, к которой мы подступаемся в плане ее переработки с учетом новых вызовов, новых поручений. Трудовые затраты были потрачены на разработку программы социального развития, социальной инфраструктуры Саров, включая НСФМ. Мы работали по поручению президента, который был у нас в 23-м году. И в рамках встречи с молодыми учеными Сарова дал соответствующее поручение на их обращение. На текущий момент расскажу, что программа собрана, она разделена на два этапа, она превышает 120 миллиардов рублей. Городу удалось выиграть в проекте по благоустройству зону отдыха на пруду Боровом. И в этом году уже начнется работа. В прошлом году расширили границы территории опережающего развития Саров до 46 гектаров. Как отметил глава города, пока не хватает ресурсов для ремонта дорожной сети – порядка одного миллиарда рублей. Светлана Ярунова, Руслан Лапшин, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.